Ребята, всем привет! Вот сегодня появилась возможность у меня перегнать наш спирт-силец, который я добыл в прошлые выходные банки. Я все запечатал стрейчер, чтобы спирт-увозность уменьшалась. Вот сегодня попробую второй раз перегнать, брать голову и хвосты. Это правильно. На моих видео были оставлены комментарии, где мне люди советовали при отборе голов пробовать пиратуру плитки уменьшать. Сегодня я попробую так и сделать. Надеюсь, что удастся нам отобрать эти головы идеальные и качественного продукта, который у нас получится, нас порадует. Так как я хочу попробовать получившийся у нас самогон настоять и сделать из них виски. Говорят, неплохо получается в домашних условиях. Это все реально сделать. Вот этим мы и займемся. Также хочу для себя попробовать. Занимаемся продажей фильтров, фильтров из меч, отзывов, помимо еще как они очищают самогон, я не слышал, вот решил сам попробовать это сделать. Также поделюсь с вами своим мнением и вообще результатом. Так как сейчас у нас хвосты очень сильно пахнут, очищая их через этот фильтр, говорят, запаха никакого вообще не будет на напитке. Фильтр. Вот в таком исполнении. Объем фильтра поможет 3 битра, если я не ошибаюсь. Достаточно большой. Так, мы попробуем установить вода этот фильтр. В комплекте идет картридж. Чистит водку и все могу на картридже указывать. Напомню, что спирт-церец у нас получился 60 градусов. Сейчас мы его будем разводить водичкой чистой до 25 градусов и переливать будем в стук нашего самогонного аппарата. Самогонный аппарат я использую Люксталь 2 Толонна ПРО. Так, берем, открываем баночку. Капельки все сливаем туда. Запах из этой банки очень вкусный, так как здесь чистейший вообще продукт. Пробуем его залить на чудо фильтр. Также производитель уверяет нас, что скорость очистки через этот фильтр очень быстрая. Сейчас посмотрим. До этого чистил через аквафор. Мне, если честно, не понравилось. Очень долго очищает его. Ну, если честно, то при таких объемах, которыми пользуюсь я, этот фильтр дороговато обслуживать, так как кассета на этот фильтр стоит почти 300 рублей. Это так, ради эксперимента. Если кто-то перевеняет объемы, браги очень большие, то я думаю, что такой фильтр можно приобрести. Ребята, прошло где-то минут, наверное, пять. Два литра самогона уже очистилась. Вот, посмотрите, струечкой вот такой вот очищается он. То есть, ну, торопиться мне сегодня некуда, так что я подожду. Для меня качество прежде всего. Больше, конечно, меня беспокоит запах вот от этой баночки, так как сюда были собраны хвосты при первой перегонке. Запах вот хвостов мне не нравится. И в последний раз, когда я перегонял брагу, у меня была допущена ошибка по этому поводу хвосты попали в само тело напитка, которого можно употреблять и был напиток испорчен. Сегодня я постараюсь больше таких ошибок не совершать. И чтобы этот запах устранить для себя, я хочу его также очистить через вот этот вот чудо кувшин. Думаю, что 4 литра спирт-сорца такой кувшин пропускает, наверное, минут за 10. Измерять крепость сейчас с водичкой, когда разбавим спирт-сорец этот, я буду вот таким вот спиртометром. Подогнал мне его товарищ, заказывал где-то в Китае, попользовался им. Ну, говорит, что ему не очень понравилось. Мерит вроде точно, но цифровой горит гораздо интереснее. Но я думаю, что это не принципиально. Я попробую поменять сегодня им. Кстати, ребята, практически у нас уже фильтр очистил спирт-сорец. Добегая тут последние капельки, засек специально время. Время засек за сколько? 4 литра спирт-сорца этот фильтр у меня очистил. Изначально, думал, минут 10-15. Блин, ребята, если честно, время у меня это заняло 29 минут. 29 минут. Я считаю, что производительность фильтра маленькая. Ну, опять же, для небольшого объема подойдет, если временем каждый из нас располагает. У меня время есть это, тем более я из-за чего решил заморочиться на этот фильтр. Пообещал у тещи подружкам качественного напитка. Вот, хочу не облажаться, сделать это. Почитал инструкцию по эксплуатации, вот с таким фильтром здесь идет. Тут написано, что фильтр Кувшин Кузьмич специально разработан для очистки пищевых жидкостей, в том числе спиртосорежащих. Водку, самогона, риктификата. Также написано, что фильтр Кувшин надежно утоляет сивушные масла и эльдегиды. Это гарантирует безопасность и качество покупных спиртных напитков и приготовленных в домашних условиях. Детали фильтра Кувшина они пишут из сменного картриджа, изготовленный из особого полипропилена пищевого класса, устойчивого к воздействию спиртовых растворов. Для фильтрации используется комбинация специального подготовленного активированного угля, дополнительно обработанного серебром и католического материала антициталь на основе циолитов. То есть они на этом ставят акцент, наверное, это, блин, какое-то преимущество. Вот оценим мы, как он наш сейчас спирт-церец этот очистит. Но бежит реально, как у меня из самогонного аппарата. Так, струйка такая достаточно шикарная. И по запаху я посмотрел, сюда заливал банку сивушными маслами, последнюю. Сейчас на выходе запах просто водки, крепкой водки. Нюхать даже приятно. То есть отвращения никакого нет. Иногда бывает, там на каком-нибудь мероприятии открывают бутылку водки, наливают тебе стопку, блин, понюхаешь ее. Даже же отвращение какое-то к этому напитку есть. Вот после перегонки через этот фильтр, вот сейчас я убедился, что действительно он убирает все ненужные запахи. То есть и получается просто запах спирта какого-то разведенного и все. Чувствуется, что крепкость не 80, не 90 градусов. А так на запах очень приятно. Сейчас мы это будем заливать все в наш куб. В кубу мы это все перемешаем, как я говорил, уже с водой. Вот так вот сюда все заливается. Все капли туда тоже выливаем. Вот так уберем в сторону. Берем водичку. Заливаем чистую воду. Заливая 5 литров, так как 4 литра у нас было 60 градусного спирта. Если зальем 4 литра, то будет у нас 30 градусов. А нам надо 25-20 градусов, чтобы ее было достаточно. Заливаем. Обязательно воду используйте чистую. Лучше либо с ключика стыкового-то, с родничка, ну и либо фильтрованную. Теперь мы это все перемешиваем. Также, ребята, хотел бы показать, как работает ламповое ответвление. Стрышки у этого аппарата многие пишут, мы и торгуем сейчас такими аппаратами. Но второй модели уже нет. В наличии самой колонны Абаки. У них одинаковые. И вот эти все зажимы, они тоже все стандартные. Ничего завод-изготовитель менять не стал. И пользуюсь аппаратом уже полгода. Ну, в среднем где-то, ну, раз-два в месяц. То есть, посмотрите, обратите внимание на кольца. Может быть, здесь и есть точечная сварка, там какие-то прожоги. Но это соединение. Но я вот на это вообще никогда внимания не обращал. Даже при покупке, если честно, я этого не видел. Я посмотрел внешне, меня все устроило. И зажим этот, он и по сегодняшний день работает. И очень классно прижимает крышку. Поначалу было сложно, конечно, ее притягивать. Но сейчас это делается элементарно. То есть, вот смотрите, берется крышка. Я ее ставлю вот так вот. Мне очень нравится, когда бак у тебя стоит на плитке. И видно, что это люксталь. То есть, я думаю, так приятнее как-то на нем работать. Устанавливается крышечка. Плотно прокладочка на крышке стоит. Берется соединение. Чуть-чуть разжимается. Вот она. Чуть-чуть его разжали. Чтобы она у вас идеально села на крышку. Вот она. Потом плотно стянули. Все. Что тут пишут там? Металл тонкий. Да он тут и должен быть тонкий. Не надо здесь никакую здоровую железяк. Все прижимает классно. Нигде ничего не подтекает. Сейчас мы будем устанавливать колонну. Бак будем ставить на плиту. Ребята, колонна сама. Многие, я не знаю, многие ее постоянно разбирают. Я этого не делаю. То есть, колонна у меня пронится всегда вот в таком вот состоянии. То есть, колонна собранная. Единственное, я время от времени по чуть-чуть подтягиваю вот эти вот крепежи, потому что они почему-то у меня ослабевают. Прокладочка, которая идет вот с таким вот соединением. Вот она у меня выпала. То есть, она элементарно устанавливается на себя. Вот это вот на саму клубку. То есть, берется сама колонна. Колонна устанавливается. Одной рукой вы ее притяживаете. Берется соединение. Притягиваете ее. То есть, одному это все реально сделано. Ничего сложного. Так, аппарат вот мы полностью собрали. Включили все шланги. Еще раз, ребята, обратите внимание, кто покупает люксталь. Если в комплекте будут вот такие вот переходники, сразу их выбрасывайте, ставьте новые. Я вот никак не могу собраться, купить такие переходнички. И каждый раз мне приходится по сантиметру шланг обрезать. Включил подачу охолождения. Холодильник у меня охолождением заполнился. Воду холодную выключаю. Включаем плитку. Плитку будем использовать изначально на максимальных оборотах, пока в кубе температура не будет 80 градусов. Как только в кубе 80 градусов у нас нагреется, я плиточку сбавлю до мощности 800 ватт. И попробуем сегодня при нашей перегонке это и голову отобрать покапельно. Вот в такой вот стаканчик будем отбирать 200 грамм голов. Общий объем спирт-сорца у нас сегодня получился 4 литра. Мы развели с вами с 5-литровой бутылкой воды. То есть 9 литров. Ждем нагрева. При нагреве 50 градусов я сделаю охолождение. Водичку подам на охолождение нашей колонны. Ну и будем ждать первые капли голов. Температура в колонне 50 градусов. Можно подавать охолождение на нашу колонну. То есть подавать будем охолождение. Напор делать сильный не нужно. Достаточно маленького напорчика. Вот я думаю, такого напора будет достаточно. Больше подавать пока не нужно. Ждем нагрева 80 градусов и будем убавлять нашу плитку. Вот водичка наша из колонны уходит обратно в канализацию. Сюда сливается вот таким напором. Кто-то делает напор больше. Мне кажется, не стоит только лишний расплод воды. В кубе у нас 79 градусов. Голову пока не капают. Но из трубки, ребята, пахнет карамелью какой-то. Сладкий такой запах. Очень приятный. Никаким ацетоном не пахнет. Странно даже очень. Кстати, при первой перегонке то же самое все было. Не знаю почему. Если может быть кто-то знает ответ на этот вопрос. Подскажите, пожалуйста. Ну и вообще, у кого опыта самогона варенья очень много. Посоветуйте, пожалуйста, если что-то мы неправильно делаем. То есть нам бы хотелось все-таки научиться это делать качественно, профессионально. Не допуская ни одной ошибки. Температура вот по 80 градусам проходит. Ждем первую каплю головки. Пока я ее не знаю. Вот прошло буквально, наверное, 3 минутки. Температура у нас нагрелась до 81,5 градусов. И из трубки реально пошел уже запах не карамели, а какого-то клей-момента. То есть запах прям противный, резкий. Вот они, наверное, голову. То есть хочу попробовать плитку скинуть не до 800 лат, а до 600. И попробовать, как мне посоветовал один человек, который просматривал предыдущий мой ролик, отобрать голову именно по капельным, чтобы капелька, чтобы капля не превышала 3 капель в секунду. То есть ждем. Вот они, я думаю, должны вот-вот уже капнуть. Потому что запах реально неприятный стал. Даже пришлось вытяжку на кухне добавить. Ребята, вот в кубе у нас 85 градусов. Я не знаю, видно, не видно будет, как вот по трубке, по трубочке капельки стекают. Первые сюда, но напор, видимо, такой слабый, что вот в этом вот изгибе наши головы встали. Сейчас попробуем вот отсюда заметь. Опа! Вот они, первые капли голов. Я думаю, на этой мощности плитки мы их и будем отбирать. 200 грамм, мне сказали, многовато будет. Достаточно будет отобрать здесь 150 грамм. Ждем. Температура в кубе 85,2 градуса. В колонии 70. Плитка 600. Вот голову начали капать так. Думаю, плитку еще скинуть на... до 300 ватт. Так как в секунду получается больше, чем 3 капли. Уверен, что сейчас отбору должен замедлиться. Температура у нас в кубе 87 градусов. Голов по капельным мы отобрали, получается, где-то грамм, наверное, 130-140. Я думаю, что больше отбирать их нет смысла, потому что на запах и на вкус напиток очень сладкий и не имеет никакого вонючего запаха. То есть мы сейчас стакан... Стакан сейчас мы этот убираем отсюда. Вот так вот достаем. Трубочку вводим в 3-х литровую баночку. Этот напиток, который у нас пахнет как ленью, он нам не нужен. Здесь теперь что нам нужно? Я обычно ставлю вот такую вот крышку. Крышка эта ставится для того, чтобы меньше было запаха алкоголя в квартире. Хотя я и вытяжку включаю, но все равно спит. Он сам по себе очень сильно пахнет. И я думаю, не каждому понравится запах такой. То есть обратите внимание. Чистейший продукт в данный момент падает к нам в емкость. Что теперь я сделал? Голову мы отбирали. Температура у нас стояла на плитке 600 лат. Я ее увеличу. И буду перегонять остаток на 1600 лат. В кубе 87 градусов. В колонне 81,5. Самогон, ребята, льется вот такой вот струйкой. Крепость, конечно, нам пока неизвестна. Я думаю, мы обязательно ее замерим. Здесь нигде ничего не подбегает. Обратите внимание на исполнение самого аппарата. То есть нигде ничего не бежит. Колонна тоже вот, смотрите. То есть подтеков нигде никаких нет. Все соединения герметичны. Холодильничек холодный. Напиток, который у нас бежит в нашу емкость, тоже холодный. Ребята, вот прошло где-то, наверное, минут 40. Температура у нас в колонне 91 градус. Обратите внимание на холодильник. Холодильник идет весь запотевший. То есть я думаю, что видно будет, что холодильник холодный. То есть напиток тоже бежит в прохладном. Температура у нас в кубе 93,2 градуса. Плитка у нас, вочность используется 1600. Обратите внимание, что вот при таком напоре охлаждения мы перегоняем весь процесс данной перегонки. Холодица, я бы не сказал, что прямо холодная, но такая, прохладная бежит. То есть этого напора для нашей перегонки достаточно. Думаю, что в 92 градуса, когда температура у нас будет в колонне, я отбор готового продукта в эту емкость буду прекращать, чтобы не испортить его хвостами. Лучше немножко перестраховаться и заменить емкость на литровую баночку. Я думаю, что в данный момент в этой банке чистейший продукт алкоголя. Даже сейчас попробую его попробовать. Лежит он холодный. На вкус ластит. Крепость чувствуется, что градус выше 40 градусов. Ждем еще, когда в колонне у нас температура будет 92 градуса. Это где-то осталось полградуса ему нагреться. И банку с вами поменяем. Температура в колонне у нас 92 градуса. Решил я емкость заменить на литровую баночку. Эту убираем пока банку в сторону. К этому я был не готов. Надо что-то сюда подставить. Сейчас попробуем подставить под эту банку еще одну. Насадочку эту, думаю, банка у нас встанет. О, отлично. Я думаю, что никуда она у нас не денется. Дергайте ее, никто не подбирается. Вот так вот будем еще отбирать. Сейчас температура в колонне 92,5 градуса. Но, ребята, напиток, по-моему, бежит еще без хвостов. Запаха хвостов нет. Я думаю, кто перегонял самогонку, он знает, как пахнут хвосты. Они очень вонючие. Пробуем отобрать еще хотя бы пол-литра. У нас отбирается головная часть остатки. Я попробую полученный нами с вами самогон очистить через наш чудо-кувшин. Позже, ребята, будет видео, как я буду из этого самогона настаивать виски. Обязательно, кому будет интересно, можете посмотреть это. Ну и, конечно же, позже, когда эти виски будут готовы, я обязательно поделюсь, попробую их и поделюсь своим впечатлением. Стоит ли вообще заморачиваться на этом. Вот температура в колонне у нас 93,5 градусов. Набежало у нас еще, наверное, где-то грамм 200. То есть эту емкость я также убираю. И будем собирать хвосты. Хвосты я думаю использовать при следующей перегонке браги. То есть также их добавим туда. Я думаю, это не повредит. Все так делают. Вот хочу тоже попробовать, ни разу этим не занимался. Сейчас вот подставил кружку. Также капельками все у нас отбирается. Напор вроде бы неплохой. На вкус тоже напиток. Шикарный, я считаю. То есть будем отбирать по 50 грамм. Как только почувствуем, что пошли хвосты, перегонка у нас прекратится. И даже интересно, в колонне у меня 94 градуса. Напорчик у нас тоже неплохой. На вкус пробую. На вкус пробую. Запаха хвостов нет. Фильтр у нас самогончик очищает. Тут я заморочился, ребята, на курицу. Вот на такую вот. С картошкой. Сейчас хочу салатик сделать, помидоры с огурцами. Ну и, конечно же, отведать напиток, который я сделал. И закусить вот такой вот курицей. У нас побежали и хвосты. Температура у нас в колонне 95,5 градусов. Хвостов, я думаю, отберу эту банку и прекращу нашу перегонку. Хвосты я буду отбирать на мощности плитки 2 кВт, так как я думаю, что будет это гораздо быстрее. То есть, я думаю, сейчас видно будет, что капли должны участиться. То есть, напор должен увеличиться. Никогда этого не делал, не отбирал хвосты, но в эту перегонку решил этим воспользоваться, так как товарищ убедил меня, что их необходимо оставлять. Фильтр наш самогонку очищает. Осталось совсем немного. Общий объем я обязательно вам покажу, сколько у меня получилось. Ну и, соответственно, попробую замерить спиртуозность этого напитка. А так, запахом, ребята, если честно, после очистки через такой фильтр я доволен. Я и закончил перегонку. Давайте подведем итоги. Фильтр у нас, наш самогон весь отфильтровал. Давайте перельем его в трехмитровую банку. И попробуем замерить крепость напитка, которая у нас получилась. Фильтр, ребята, я думаю, такое необходимо приобрести. Каждому, кто хочет получать качественные напитки, так как на запах, на запах самогон шикарно пахнет. Только вот переливать не очень удобно. Много капель. Много капает, выливается. Я сейчас попробую вот эту часть вообще снять. Она нам не нужна. Ее можно сполоснуть и убрать. Получилось у нас почти, наверное, я думаю, где-то два с половиной литра чистого напитка. Еще раз напомню, что головы и хвосты отбирал с запасом. Давайте попробуем замерить. Мерить мы опять же будем нашим отечественным проверенным спиртометром. Вот такая вот модель. Она у меня до 70 градусов. Обратите внимание. Показывает прибор точно. Почти 60 градусов. Два с половиной литра, ребята, 60-ти градусного напитка у нас получилось. Сейчас остается нам. Ну и еще хвостов, ребята, отобрали 900 грамм. Хвосты, я думаю, нам в дальнейшем тоже пригодятся. Теперь я хочу взять стопочку, набрать самогошки. Вот такой вот, которую я сам только что приготовил. У меня есть родниковая водица. Вот она. Я думаю, что если я добавлю сюда воды, крепость будет меньше 60 градусов, градусов 50. Есть у меня пожаренная вот такая вот курочка. Я ее показывал. Тут добавил немножко морковки. Теперь можно приступить и к дегустации. Напиток мягкий. Приятный очень на вкус. Уверен, что и виски на таком сармагоне будет шикарным. Всем, ребята, спасибо за просмотр. Кому наше видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будем мы в дальнейшем экспериментировать. Сейчас вот планирую брагу поставить на пшеницу. Уверен, что в следующий раз видео будет интересней. Так как буду использовать дефлегматор, будем подавать охлаждение в него. И попробуем из пшеничной браги выжать чистый спирт. Всем хороших выходных и удачи!